Дальневосточная железная дорога сегодня входит в тройку лидеров РЖД по доле погрузки товаров малого и среднего бизнеса. В прошлом году она приросла на 5% и всего составила 4 миллиона тонн. В целом грузы МСП занимают больше 16% от общей погрузки ДВЖД по всей России. Взаимодействие выставлено по отправке, по логистике тех грузов, которые сегодня следуют по магистралям Дальневосточной железной дороги. В том числе и в порты, в том числе и на площадке товаровые терминалы, и на площадке контейнерные, и в том числе народно-хозяйственные грузы. Необходимо вседместным двигаться в осуществлении готовности терминалов, готовности контейнерных операторов работать с малым и средним бизнесом, а не с крупными отправителями по формированию не по вагонам, а хотя бы в групповых отправках. И в групповых отправках переходить к маршрутизации для увеличения протухной проводной способности. Российские железные дороги активно развернулись на восток. С начала 2024 года погрузка РЖД в восточном направлении приросла на 3% по сравнению с 2023 годом. Также идет увеличение, существенное увеличение почти что на 17% перевозки внутрироссийской в направлении восточного полигона. То есть это тот груз, который движется в направлении восточного полигона, не доходит до портов. Это не экспорт, а это именно внутрироссийская перевозка. И чем она интересна, что это продукты вторичного передела, которые дают наибольший прирост ВВП. В направлении погранпереходов перевозки выросли на 22%. Набирают обороты экспорты на Дальнем Востоке. Сегодня по итогам четырех месяцев по Дальневосточному федеральному округу в целом мы видим увеличение доли экспортных перевозок плюс 2,8% к уровню прошлого года мы идем. Несмотря на позитивную статистику, проблемы все же есть. По части скорости движения по ЖД путям, встречных вагонопотоков, которые занимают пропускные способности, проседает перевозка грузов высокого передела. Также остро стоит вопрос маршрутизации. Все это обсуждалось на транспортно-логистической конференции про движение Восток, которая прошла в государственной резиденции «Красная речка» вблизи Хабаровска. Участие в стратсессии приняли руководители РЖД и ДВЖД, представители Дальневосточных портов, Стиви Доры и не только. Если оценивать результаты, то могу сказать, что сегодня это все прошло продуктивно. Наши партнеры дают оценку нам, мы даем оценку нашим партнерам, но при этом не исключались такие моменты, как решение таких сложных вопросов на сегодняшний день, которые связаны с продвижением грузов и здесь, и в Хабаровском крае, и в Приморье. За последний год это уже вторая подобная встреча. В прошлый раз она прошла во Владивостоке. Мария Шулешко, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.